Девушки отдыхают Прошлась короткая программа в соревнованиях мужчин. К результатам этой программы я еще обязательно вернусь. А сейчас в вечерней программе, сейчас в Шеффельде местное время 18 часов 30 минут. Сейчас начинается произвольная программа спортивных пар, по результатам которой мы узнаем имена первых чемпионов и призеров этого чемпионата. С вами в эфире Николай Попов и я напомню, что после короткой программы лидируют три наши пары. Накануне самой горячей темы был отказ трехкратных чемпионов мира Алены Савченко и Робина Шелковы. За два часа это произошло до начала короткой программы и стало известно, об этом я много говорил во вчерашней трансляции, что из-за травмы партнерши они снимаются с соревнований. Но не будем забывать, что и наша знаменитая пара Юка Кавагути Александр Смирнов, чемпионы Европы 2010 года, и также пропускает этот чемпионат. Те, кто внимательно следит за фигурным катанием, конечно, знают, что 4 января Александра Смирнова увезли в больницу с приступа в аппендицит. Это прямо после тренировки была сделана операция, и до 9 января было не совсем понятно, смогут ли они участвовать на чемпионате в Шеффилде. В конце концов, тренер Тамара Николаевна Москвина решила не рисковать и целенаправленно готовиться к чемпионату мира в Ницце. И сейчас Юка и Александр уже приступили к тренировкам, правда тренировки пока носят такой облегченный характер, какие-то сложные элементы, поддержки, подкрутки, выбросы. Еще избегают выполнять фигуристы, но я думаю, что уже очень скоро тренировки будут полноценными. Давайте пожелаем быстрейшего возвращения от строя Юка и Александры. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а в связи с тем, что здесь в Шеффилде отсутствуют Савченко, Шилковы и Кавагути и Смирнов, ситуация после короткой программы выглядит для нас весьма благоприятная. Татьяна Волосожар и Максим Траньков уверенно лидируют после короткой программы. Они набрали рекордную для себя сумму, лучший результат в сезоне 72,80 балла. Надо сказать, что все три наши пары улучшили свои прошлые результаты. Так, Вера Базарова и Юрий Ларионов, их сумма 66,89. Где-то примерно 6 баллов они проигрывают Волосожару и Транькову. Но в свою очередь порядка 8 баллов выигрывают у третьей нашей пары, у Ксении Столбова и Федора Климова. Все три наши пары вчера очень хорошо откатали свои короткие программы. Ну и в связи с тем, что три пары лидируют, причем итальянцы, которых считали и продолжают считать главными соперниками наших пар, скорее всего, конечно, в борьбе за бронзу, Стефани Бертон и Андрей Хатарек. Они проигрывают Столбову и Климову где-то примерно 4 с небольшим, 4,3 балла. Ну, с одной стороны, это, в общем-то, не так много, но и не так мало. Вот эти как раз 4 пары, которые я назвал, сегодня будут выступать в заключительной четвертой разминке. И вот именно эти 4 пары разыграют медали этого чемпионата. Ну, правда, там есть и немцы, Хауш и Венде, которые проигрывают тем же итальянцам совсем немного. Также немного выступают итальянцам Дарья Попова и Бруно Массо, которые выступают за Францию. Словом, борьба за бронзовые медали ожидается весьма серьезной. Но будем надеяться, что Ксения Столбова и Федор Климов, которые, они дебютанты чемпионата Европы, для дебютантов их вчерашнее катание было просто великолепным. Я думаю, что этот результат в короткой программе должен добавить им массу положительных эмоций. И сегодня они активно будут бороться за то, чтобы уже на своем первом чемпионате Европы взойти на педестал. Кстати, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, серебряные призеры прошлогоднего чемпионата мира в Москве, в каком-то смысле тоже дебютанты европейского чемпионата, потому что они впервые выступают как в одной паре на чемпионате Европы. Хотя понятно, что и Татьяна, и Максим до этого с другими партнерами на чемпионатах Европы выступали уже не раз. Но так формально Волосожар и Траньков также дебютируют на европейском чемпионате уже в ранге серебряных призеров последнего чемпионата мира. Сейчас у нас на льду участники четыре пары из первой разминки. То есть те пары, которые занимают после короткой программы места с 13 по 16. Эта разминка закончилась и первую свою произвольную программу покажут пары из Швейцарии. Наис Марант и Тимоти Лемон. Они занимают после короткой программы 13 место. Марант ранее успешно выступала с другим партнером Сантуаном Дарсазом. У них было два года назад восьмое место на чемпионате Европы в Таллине. Но сейчас у нее новый партнер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА